Здравствуйте, меня зовут Светлана Хитровой, я скульптор по бархатному пластику. Это первое занятие из трех. И сегодня я вам предлагаю сделать свою первую фигурку из бархатного пластика. Мы начнем с дракончика. Дракон – это мифический персонаж, поэтому вы здесь сможете проявить свободу фантазии и сориентироваться, как именно изготавливаются фигурки из бархатного пластика. Сегодня наша задача сделать каркас. Для чего именно делается каркас? Смотрите, вот есть у нас сам бархатный пластик материал. Мы подробно о нем поговорим на третьем занятии. Я сейчас объясню, почему именно на третьем. Потому что, несмотря на то, что вроде бы бархатный пластик отлично держит форму, в нем, возможно, там бескаркасная лепка. То есть, вот, например, там можно легко и быстро создавать, в общем-то, даже сложные образы. Те, на которые в других материалах уходит достаточно много времени. Но дело в том, что для такой лепки, да, требуются достаточно серьезные навыки лепки. И поэтому я вам рекомендую начинать не с бескаркасной лепки, а именно начинать с каркаса. Что вам дает использование каркаса? Да, вот вы видите, в принципе, можно лепить спокойно и без каркаса. Но что дает нам использование каркаса? Использование каркаса нам дает основу. То есть, если, например, когда мы лепим бескаркасной лепкой, мы должны четко понимать, что мы хотим сделать, то когда мы делаем фигурку с каркасом, нам достаточно иметь рисунок или распечатку того изображения, которое мы будем делать в дальнейшем. Сейчас мы сделаем там примерно изображение дракон. Вы можете взять не того, которого я рисую, а любого другого, по сути, того, который вам нравится. Потому что есть там китайские драконы, есть там европейские драконы. По толще отличаются комплекции, размером крыльев и так далее. Вы можете делать такого, какого вам хочется. Вы можете делать по собственному рисунку, вы можете сделать по распечатке любой. Единственное, что распечатка должна быть в профиль. Смотрите, из каких этапов вообще состоит лепка из бархатного пластика. Рекомендую вам делать. Первый этап это эскиз или распечатка. Второй этап это каркас, который мы сегодня будем как раз делать. Третий этап подложка и четвертый этап уже облепка. Которую мы будем делать на последнем занятии вместе с элементами декора. Просто кратко вам покажу. Для того, чтобы сделать объемное изображение, там не червячка, бабочки, а что-то более сложного, вам потребуется схема сборки каркаса. Схема сборки каркаса, что это такое? Это схема, на которой обозначены узловые точки каркаса. Видите, которые сейчас прорисовала? То есть, например, для того, чтобы собрать дракона, нам потребуется вот как у нас идут плечи. Две вот такие детали, две штуки пишу. Видно? Это узловые точки, в которых каркас изгибается. Одна вот такая вот деталька, которая на голову идет. Одна штука. И две детальки на крыло. Сейчас я вам покажу. Вот она идет полностью. Детальное крыло. Мы берем проволочку. В данном случае это медная проволока 0,8 мм, достаточно тоненькая. Если вы делаете каркасик крупнее, то, соответственно, проволоку вам надо взять толще. Дальше я прислоняю проволочку ко всем узловым точкам каркаса. Вот мы проходим, сгибаем, проходим по всем узловым точкам и отрезаем. Получается вот такая вот деталька. Нам таких деталек надо будет две. Но сначала нарежем по одной, чтобы вам было понятно, что происходит. Нарезали одну детальку. Теперь отложим ее. Делаем детальку между головой и хвостом. Вот мы сделали вторую детальку. Отрезаем. Опять-таки повторюсь, что по этому уроку вы сможете сделать не только белого дракончика, который мы смотрели. Вы можете произвольно выбрать цвет. У вас от этого будет изменяться образ самого дракона. Вот у нас получилось тело. И делаем точно так же каркасик на крыло. Основу каркас. Так. Изгибаем. И вот, по сути, вот наша будущая крылышка. Тоже отрезаем. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Чтобы было видно. Вот у нас дракончик, лапки от него и крылышко. Сейчас попробуем, чтобы это все было хорошо видно. Вот у нас в итоге какие детальки собрались. Понятно, что крыла нам нужно два. И детали для ножек нам тоже нужно две. Давайте дорежем недостающие детали. Берем ножки и нарезаем вторую детальку. Значит, смотрите, я прикладываю первую ножку ко второй. Не к рисунку, а именно ко второй ножке. Для чего это нужно? Для того, чтобы у нас ножки были одинаковые. Так, вот просто полностью прикладываю. И отрезаем лишнее. Вот у нас получилось теперь четыре ножки. И то же самое мы делаем с крыльями. Берем крыло одно. Так, вот, наверное, многие спросят, зачем у нас крылышки заходят за заднюю ножку. Это нужно для того, чтобы у нас крыло не болталось относительно спины. Это как такая мини-распорка. По поводу установления распорок мы еще подробно поговорим в большом курсе. Там больше ста занятий. Вот. И там уже у нас будет возможность прям подробно-подробно остановиться на всех тонкостях изготовления фигурок, в том числе и создания распорок, смещения центра тяжести и всех интересных вещах в бархатном пластике. Задача этого курса ознакомительная, чтобы вы представляли, как создаются фигурки и чтобы вы поверили в свои силы и смогли самостоятельно сделать хотя бы одну фигурку из бархатного пластика. Вот. Смотрите, вот у нас получился. Мы нарезали все необходимые кусочки для дракона. И теперь мы будем их собирать. Как собирается фигурка? Вы можете собирать по очереди. Если, например, сложно держать сразу все детальки, вы можете собирать сначала ножки, например, потом крылья, потом добавить туловище. Еще важный момент. Когда вы смотрите, держите, старайтесь держать не вот так, а вот так, потому что вам это даст намного больше площадь опора и у вас не будет так сильно прокручиваться проволока. Значит, теперь смотрите. В середину я подставляю кусочек проволоки дополнительный. Держу все остальное и веду этот кусочек, обматывая к голове. По поводу правильной скрутки есть еще тоже очень много нюансов, но мы сейчас на них останавливаться не будем, но в подробном курсе рассматривается отдельно, как можно, например, уменьшить количество проволоки и увеличить скорость скрутки, используя, например, правильную скрутку. Если вы, например, делаете не одну фигурку, а несколько, это, в общем, существенно позволяет экономить на проволоке и увеличивать прочность фигурки при этом. Так, теперь смотрите, промотала я до головы и вторую часть мы проматываем в ножках. Смотрите, одно крыло развожу к одной ножке, второе крыло развожу к другой ножке. И теперь последовательно проматываю. Сейчас от попы до бедра и дальше от этого бедра проматываю до второго бедра. Это нам позволит, опять-таки, сделать мини-распорочку для того, чтобы у нас крылья не болтались относительно спины. Проматываю теперь обратно. Здесь самое главное, чтобы проволочки у нас шли к правильной ноге, то есть одно крыло к одной ножке и второе крыло к другой ножке. Вот мы обматываем вторую сторону и возвращаемся в попки дракона. Так, теперь у нас получился дракончик. Вот, теперь можем поставить примерно позу, которую мы хотим дракона. Вот, и дальше уже вплотную заняться крыльями. Видите, у нас как рог остался из головы. Мы сейчас можем его уменьшить. Можно на этом делать либо рожки, либо усики, в зависимости от того, какого дракона вы будете делать. Так, теперь закончим крылышко. Значит, для того, чтобы сделать крыло, как у летучей мышки, мы должны понимать, как идет строение крыла. Мы, в принципе, в подробном курсе еще более подробно остановимся на анатомии, но в данном случае мы как бы сделаем упрощенную модель просто для того, чтобы сделать максимально быстро и максимально просто. Стандартное крыло, видите, вот. Обматываю об спинку, до попы, опять-таки, для того, чтобы у нас не прокручивалась проволочка. Обматываю об бедро и возвращаюсь ко второму крылу. С вторым крылом мы делаем точно так же. Вот, если вы посмотрите в мультиках разных. Есть драконы, в которых не четыре крыла, не четыре выступа по количеству пальчиков, да, намного больше, там, например, тот же беззубик. Вот, но поскольку дракон это существо фантастическое, то в данном случае нет строгого правила. Вы можете делать так, как вам хочется. Вот, но опять-таки повторюсь, в более подробном курсе, да, мы будем рассматривать аналогию крыла драконьего с человеческой рукой, да, чтобы мы не только могли делать какое-то фиксированное положение крыла, да, но чтобы мы могли понимать, как, например, сделать, чтобы ветер в крыльях чувствовался, да, какой изгиб нужно придать проволочке, в каких местах. Как, например, сделать, чтобы, собрав один и тот же каркас, мы добивались разных образов. То есть, например, собрав 10 каркасов на драконов, мы делали, сделали совершенно 10 разных драконов, там, изменяя, например, цвет, изменяя положение крыльев. Для этого тоже есть специальные каркасы на крылья, которые позволяют изменять положение крыла уже после нарезки. Вот мы выводим второй рог. Вот, и на этом наш каркасик закончен. Если вы хотите сделать каркас более подробно, да, если вы хотите, например, там максимально сделать максимальную прочность, можно добавить пальчиков на передней, на задней лапке. Как это делается? Дополнительной проволочкой проматывается до одного пальчика, да, вот до вот этого сустава и до другого. Ну, то есть, вот так вот, например. Сейчас я вам быстренько покажу. Вот у нас будет с этой стороны один пальчик и с другой стороны получается другой пальчик. Аналогично мы делаем и с передними ножками. Рекомендуется, если вы хотите все-таки сделать пальчики, рекомендуется делать там по три пальчика, если хотите, по четыре пальчика на каждой лапке. Вот, в зависимости от того, какой вы образ создаете. Аналогично можно сделать для передних лапок. Тоже, видите, проматываю со стороны спинки. Почему? Потому что это просто быстрее в плане того, что вы каждый раз обматываете короткие хвостики. Это позволяет вам делать более быструю скрутку и более быструю сборку каркаса. Если вы, например, хотите делать дракончика больше по размеру, то вам потребуется проволока потолще. Ну, и плюс, для того, чтобы они не прокручивались, нужно уже будет ставить дополнительные распорки. Это мы подробно разберем в основном курсе, где у нас фактически там больше ста мастер-классов. Поэтому там уже есть возможность остановиться подробно не только на простом изготовлении маленьких фигурок, но и на серьезных, больших работах. Вот. И, кроме того, помимо дракончика, вот сегодня мы рассмотрели создание каркаса, помимо дракончика у вас есть возможность сделать каркас на еще множество животных. В принципе, вы можете сделать это с распечаток из интернета, да, сами построив схемы сборки каркасов. Или, если вы сомневаетесь в своих силах, у нас есть для вас готовые схемы сборки. Там, по-моему, на сову, на лошадь, на лесу есть. Вот. Ссылочки на которые нам дадут. Обещают дать в конце этого видео. Так что, добро пожаловать. Скачивайте и присылайте работы, которые у вас получились. Если у вас возникают вопросы, тоже пишите обязательно, чтобы мы смогли сделать наши курсы более подробными и интересными для вас. Вот мы закончили последний пальчик. И каркас на нашего дракончика готов. Ждем вас на следующем видео, где мы будем делать основу. До свидания.